Официальный сайт проекта www.wsgg.com Официальный партнер проекта компания AMD Официальный партнер проекта компания HP Сегодня мы в очередной раз уделяем внимание карте D-Nuke, а именно первой пистолетке. Варианта розыгрыша этого раунда будет два, но об этом чуть позже. А пока давайте разбирать кто и что делает и для чего. Итак, первый партнер проходит в сторону радио и откидывает дым под выход на рампы. Далее он занимает единицу и ждет своих тиммейтеров, после чего он откидывает одну флэш по текстуре и одну вдаль на рампы, после чего выходит на рампы и продвигается в сторону плента B. Действия второго и третьего игрока по рампу очень просты. Изначально их закуп состоит только из арморов. Их задача под гранаты выходить первыми на рампы и делать первые минуса, если игроки диффенса не смогут вовремя отойти с этой точки и далее продвигаться на плент B. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот действия четвертого игрока очень важны. Его флэш должна отрезать игроков диффенса на очень долгое время, так как она моментальная. Кидать ее просто, но вот дым может помешать это сделать, так что вам придется немного потренироваться кидать эту флэш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этой флэши он проходит в сторону рампов, но у него остается еще одна граната, о которой мы поговорим чуть позже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятый игрок, он выступает в роли разводящего. Он кидает хае в бутку, затем вот такие две флэши. Этими гранатами он приостанавливает хелп на вентиляции и притягивается на B-плэнт. Итак, первый вариант был рассчитан на убивание рампов плюс проход на плент B. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй вариант раунда заключается в таком же выбивании рампов. Но уже с выходом на хелпу. При такой расстановке пятый игрок должен подождать немного, а потом уже расстрелять плент A, чтобы его тиммейтам с девятки было легче пройти на точку. Официальный партнер проекта компания AMD. Официальный партнер проекта компания HP. Официальный сайт проекта www.wsgg.com Официальный партнер. Продолжение следует...